Здравствуйте! Вы смотрите Тему дня. Об актуальном говорим с начальником Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Луганской области Анатолием Науменко. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы шесть раз возглавляли областные УВД, отдельные по нескольку раз. Имея такой богатый опыт работы на руководящей должности, как вам работается в Северодонецке? Нет, шесть раз всего. Четыре УВД, шесть раз всего. Второй раз Луганск, два раза Николаев. То меня преувеличили. Получилось бы 8. Дело в том, что Северодонецк и Луганская область для меня не новость. Я родился в Луганской области, вырос. Был здесь начальником управления розыска, был начальником УВД уже в 2006-2007 году. Единственные условия изменились. Условия изменились и поменялись. И работа, и все остальное. Ну а так, самое главное, знаю людей, знаю обстановку, знаю территорию. Это тоже очень важно. Сейчас по Украине и в особенности в приграничных областях идет активная борьба с контрабандой. Какие пути решения этой проблемы вы видите на Луганщине? Контрабанда это притянание государственного кордона. Здесь идет речь о финансировании терроризма. На сегодняшний день активно такие проявления на территории Луганской области пресечены. Мелкие, конечно, вопросы есть. Перехода линии размежевания. Везут какие-то продукты питания и так далее, и так далее. Но что-то крупное у нас не проходит. Ну, во-первых, у нас линия, так называемая ЗИД, линия сложная, потому что в основном это русло Донца. Это Станица Луганская. Это Счастье. И территория узкая такое горло. Это Горск-Лесичанск. Ну и вторая ситуация – активная работа правоохранителей в этом направлении. И служба безопасности, и нами. Где-то было задержано до 300 машин, переданные нефискалом. Возбуждены уголовные дела. Уголовные дела расследует служба безопасности. Вы знаете, я… Мы на этой теме останавливаемся все время. Я говорил, и тогда говорил, и сейчас говорю. Ну, нужно принять политическое решение. Все. Точка. Возим туда продукты, не возим туда продукты. Не на правоохранителя это спихивать. Принять политическое решение – раз. Принять соответствующий закон – два. Вторая ситуация. Ну, и пусть граждане, если это фирма, по большому счету платит налоги войти в Украину, пусть пользуются этими продуктами питания. Вот сейчас принято решение о логистических центрах, так называемых. Будут, где они расположены. Но это опять на Бахмутке. Насколько это получится? Потому что там и снайперы постоянно стреляют с той стороны, и минометами обстреливают, и так далее. Не знаю. Такие центры, конечно, нужны для того, чтобы и цены сбить. Потому что наши граждане, мы же это признаем, это Украина. Потому и цены сбить, чтобы не поднимали. Ну, и вторая, чтобы граждане могли прийти, свободно купить ту продукцию, одному человеку у логи 50 килограмм, которая не запрещена. Конечно, это не касается водки и остальных продуктов. И только продукты питания необходимы, да? Ну, не только продукты питания. Ну, наверное, и какие-то лекарства, и, я понимаю, и моющие средства, ну и так далее. Кроме спиртного, правильно? Кроме спиртного, кроме каких-то вещей, которые могут использоваться против нас, военного назначения, полувоенного назначения и так далее. Я думаю, что эта тема, по большому счету, она на сегодняшний день не сильно актуальна на территории Луганской области. Поток всего этого прекращен. Еще Геннадий Геннадьевич поставил здесь жирную точку. Потому мелкие проявления есть, мы не скрываем, все, конечно, не перекроешь. Но здесь нужно не мытьем, а катанием. Здесь нужно пряник и кнут. И тогда будет все в порядке. Перейдем к более позитивной теме. Недавно вы посетили воспитанников военно-патриотического лагеря «Единая Украина». Давайте вместе с нашими зрителями вспомним, как это было. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Родителям это очень накладно. Это все идет за счет родителей. Можно и третий, четвертый делать, если бы хотя бы какая-то помощь была. То есть удешевить это все, и детей было бы очень много здесь. Сейчас работа в лагере продолжается? Я, вы знаете, не знаю. Мы посетили вторую смену, разговаривали с воспитателями, привезли продукты питания, торты, просили, какая нужна помощь. На тот момент они еще думали. Я думаю, что в процессе этого, если и не в этом году, то однозначно будем помогать и будем воспитывать. Я бы вообще на сегодняшний день, у нас есть свой лагерь, мы его переименовали, был в Дзержине, сейчас в Джура. Будут там места, мы бы могли детей воспитывать. Там есть и вода, там есть где купаться, там есть речка. Мы могли бы часть нашей территории отдать им. Время уже идет, наверное, пора в школу, потому сейчас уже говорить о каких-то шагах поздно. На будущий год, возможно, в планах. На будущий год, да. Верховная Рада Украины зарегистрировала закон про полицию. После его принятия, запланированного на октябрь 2015 года, закон о милиции будет отменен. Скажите, как это отразится на украинцах? Ну, давайте, никак это на украинцах не отразится. Переходное положение до 7-го, закон о полиции принят. Мы будем, президент ее подписал, мы будем действовать согласно закону о полиции. Если говорить о личном составе, то 7-го ноября мы все уходим за штат до 7-го ноября. И по-новому набирается новая полиция. Сотрудники пройдут переаттестацию? Сотрудники пройдут переаттестацию, я вам скажу честно, давайте привыкнем говорить друг другу честно. Я уже в том возрасте, в том звании и столько прослужил, когда врать абсолютно не хочется. Желающих не очень много служить на территории Луганской области. И большинство сотрудников отдали на сегодняшний день все свое. И имущество осталось там, большинство 2,5 тысячи, кровь остался там, пострадавших много. Конечно, будем рекомендовать их, чтобы их брали. Вот есть такой инцидент, я если можно расскажу так в режиме онлайн, по сотрудникам. Я в этом плане поступаю, конечно, очень жестко. На постах проводится проверка постоянно по столу. На постах были обнаружены в течение 4 дней 3 человека, у которых, ну, у одного был запах спиртного, у другого мы взяли экспертизу. То же самое есть определенные промилле в крови. То есть употребляли спиртные напитки на службу. Мой заместитель, когда был в отпуск, исполняющий обязанности, подготовил, согласовал со мной, подготовил приказ и уволил их за дискредитацию. Вчера ко мне пришли третьих сотрудников. Один пришел с дядькой, оказывается, с дядькой служил вместе еще, рядовыми служили. Говорит, ну вот ребята уже менялись, выпили пиво. Вот как же так получается, они столько прослужили, и они вот увольняются. Я говорю, хорошо, ну, все равно я принимаю решение, и от того, какое я приму решение, здесь нет преступления, дисциплинарный проступок. Да, может быть, это не совсем правильно, сотрудники милиции должны быть идеальные. Ну, до идеала нам еще нужно тянуться, все мы люди. Идет война, и во время войны нужно принимать иногда неординарные решения. И пусть меня кто хочет осудит. Я говорю, хорошо, я отменю этот приказ, мы объявим им неполное должностное, вы все дети пополняете Попасную, либо Станицу Луганскую. Из трех один написал рапорт на Станицу Луганскую, остальные говорят, нас там убьют. Я говорю, ну, до свидания. Вот есть и такие сотрудники милиции. Ну, у нас на сегодняшний день большой некомплект, большой некомплект. Мы пытаемся закомплектоваться людьми. Нужно большое количество сотрудников милиции или полиции будет, потому приглашаем всех желающих, молодых людей. И пока на сегодняшний день есть у нас возможность, у нас есть учебка в Новопскове, и мы можем это обучить сами. Не нужно ехать никуда, потому что с ноября месяца будет по приказу, ну, с одной стороны, это правильно, будет квалифицированное несколько учебок на территории Украины, где люди будут проходить обучение. Они будут, их будут учить более квалифицированно, более надежно, грамотно, стабильно, люди более обученные. Но, вы знаете, что своя рубашка ближе к телу все равно, да? Вот когда не здесь, а там поехал, чужой не прошел, надо ехать, нужно обмундирование, где-то там оступился, его выгнали, потому что, ну, каждый будет переживать за себя все равно. Поэтому есть возможность, такая у нас в течение трех месяцев, я приглашаю девушек, парней до 30 лет, пожалуйста, приходите через учебку, можно два месяца, можно три недели в зависимости от курса, в зависимости от образования, будем принимать и ставить в строй. Какое образование имеет роль, играет роль? Ну, либо среднее, либо высшее, ну да. Ну, не обязательно профильное, да? Ну, не обязательно профильное, нет, конечно. Профильное, это нужно быть следователем, все остальное не обязательно. Согласно новому закону о полиции, местным советам разрешается высказывать руководителю полиции, не доверя. Означает ли это, что полиция потеряет свою самостоятельность и будет зависеть от политических сил? Смотрите, ну, не совсем так. Так, эта статья закона говорит, что по большому счету мы живем в громаде. И громада характеризует, в милиции очень много. По сравнению с другими службами, милиция находится на виду. В милиции самое большее количество людей. В милиции самое большее занимается охраной общественного порядка. И, к сожалению, в милиции самое большее и правонарушение среди правоохранителей. Потому что, ну, задержал не так, изъял что-то не так, обыск провел не так. Масса нюансов здесь. Но закон дает право, значит, обращается. Совет принимает решение недоверия, руководитель либо освобождает этого человека. Ну, в данном случае, если это начальник милиции, то это, или начальник полиции района, то это начальник полиции принимает решение области. Если это в отношении начальника полиции области, ну, принимать будет начальник полиции Украины. Проводит служебную проверку и по результатам служебной проверки либо соглашается с решением совета, либо доводит до совета свои выводы. Потому что здесь мы тоже можем далеко очень зайти. Милиция – это не только блок общественной безопасности. В первичном проекте закона там было в отношении начальника милиции общественной безопасности. Но это было правильно. А когда эта речь идет о начальнике полиции или милиции области, там, извините, есть и криминальный блок, там сегодня есть и экономический блок. То есть очень обобщенно, да? А у нас, к сожалению, депутаты, политики и все остальные, да и люди выбирают, не совсем разбираясь. Красивое лицо, что-то сделал там чуть-чуть, а сколько он навредил, никто это не смотрит. И потом эти люди будут решать судьбу. Потому что закон дает вот такие возможности руководителю полиции делать самостоятельные выводы. Согласно новому закону, также разрешено полицейским применять физическую силу и оружие, естественно, для защиты граждан или своих коллег. Но не означает ли это, что будет превышена служебная полномочия, как вы считаете? Да ничего нового нет. По большому счету, как в законе милиции были, так и в законе полиции, там немножечко только изменено. И эти изменения мы писали в рамках войны, что не нужно, допустим, здесь предупреждать. Абсолютно ничего. Вы знаете, за мою всю деятельность, а я на сегодняшний день не боюсь сказать, из начальника ОВД уже Аксакал, с одной стороны хорошо, с другой стороны себя так. Признавать Аксакалом, это уже вроде бы признавать старым, да? Я вам скажу, незаконных применений оружия работниками милиции очень мало было. Скорее всего, работники милиции в этом комплексовали больше. Вот я проведу реальный пример. На территории Луганской области несут службу наши на районе разграничения, в районе Крымского наши сотрудники Луганской милиции несут службу по охране общественного порядка. Существует пароль. Выходят с той стороны люди, все разговаривали на одном языке. Выходят с той стороны люди, эти спрашивают пароль. Понимают, что сторона та, Донец рядом, да? Нет бы за дерево где-то спрятаться, нет бы еще что-то. Спрашивают пароль, тот называет пароль, тот говорит, неправильно. Он говорит, ну тогда, браток, получай. И две автоматные очереди, один в предплечье ранен, а второму тяжело выродил оконечности. Вот это милицейский синдром, что сперва спрошу, переспрошу, потом сделаю предупредительный выстрел, типа, влечет в несколько моментов. Немножечко сыграл против них. Мы больше в этом плане не дорабатываем, чем перерабатываем. Ну я вам говорю, за мои 30 с лишним лет незаконного применения оружия были единицы. Скажите, на территории Луганской области закон будет действовать так же, как и на остальной части Украины? Да, да. То есть независимо от того, что у нас такая специфическая территория? Независимо от того будет. По большому счету, я скажу, закон, он уже выстрадан от полиции. Сказать ничего нового нет, наверное, неправильно. Там есть новые положения и так далее, и так далее. Ну к этому уже подведено. Мы уже фактически в соответствии с этим законом и трудимся. Общественный совет при областном УВД. На каком этапе идет его создание? Знаете, вот я тоже не работал. Сейчас это модно, работать в Фейсбуке. Я выкладываю свои рабочие дни, свои какие-то дела и так далее на Фейсбуке. И вот многие люди пишут там, а что этот общественный совет и так далее, и так далее. Конечно, образно говоря, я не буду позволять там кого-то назначить, и так далее, и так далее. Но формирование мнения. Во-первых, не всегда в милицию или ко мне придут люди, скажут о милиции правду. Вторая ситуация. Что-то люди подскажут, находясь среди общества, скажут, вот смотрите, вот там есть проблема, вот там есть проблема, вот там есть проблема. И вы знаете, у меня достаточно власти, я уже навластвовался вот так, я не хочу ее монополизировать. Я хочу послушать людей, выслушать их мнения, потом только принять какое-то решение. Я же не говорю, что истинно в последней инстанции. Очень много людей, которые довольно высказывают свежие такие взгляды. И мы, вот допустим, с Татьяной Бельянской поработали многие лица. И с одной стороны обидно думаешь, а с другой стороны думаешь, тебе обидно. Ну, ты же не работаешь с людьми, потому люди не знают. Потому люди не знают, чем занимается на сегодняшний день милиция. А я знаете, как я очень люблю стихи, песни Владимира Семеновича Высоцкого. И скажу его словами, хоть бы день, кто побывал в милицейской шкуре, и жизнь покажется вам всем наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в уре, за тех, кто в море, за тех, кто в уре, никто не пьет. Ну, ур это уголовный розыск. Люди работают и день, и ночь. На сегодняшний день условия усложняются. Те люди, которые вышли с той стороны, это 2,5 тысячи. Вот я могу сказать, 11 тысяч было сотрудников по штату. Тысяча не комплект. Тысяча была вольно наемных. 9 тысяч сотрудников. 3,5 тысячи здесь, на этой территории. 2,5 тысячи вышло. 6 тысяч, то есть 3 тысячи, либо осталось там, служат. В ЛНР, так называемые, либо куда-то уехали, просто побросали все, и так далее, и так далее. А те, которые 2,5 тысячи вышли сюда, они остались без домов, без машин, без участков земли, без одежды, без ничего. Было такое, что я в спортзал поселял, мужья здесь спали, а жены с детьми спали за шторочкой. А в Северодонецке вы знаете, что тяжело на сегодняшний день расселить. Квартира стоит 5 тысяч гривен. Цены киевские. Но зарплата, дай бог, сейчас атошные платят, ну, так хоть более-менее, но все равно 5 тысяч дорого. 4-5 тысяч дорого на квартиру. Этим людям хотя бы надо построить какие-то модульные дома. Всем тех, кто защищал интересы Украины и кто пострадал, ну, должно быть решение. Государство, они должны каким-то образом быть компенсацией. Вот здесь бы Европа могла поработать. Вот здесь, потому что, ну, разговоров много, мы хотим помощи. Она нам нужна, она нам нужна. Может, в меньшей степени военная она нужна нам помощь. А в большей степени постройте там в Купинске где-то дома какие-то модульные. Я не знаю, там, еще что-то. Это будет помощь. Да, и для переселенцев это проблема. Всем на сегодняшний день то же самое. Вот я был вчера в Беловодске, у меня глава администрации Андрей Грачев говорит. У меня, говорит, в районе 24 тысячи населения, а переселенцев 36. Этим людям тоже нужно что-то делать. Они вышли с той территории, им тоже нужно где-то жить. Но милиция, СБУ, прокуратура, ну, и кто, допустим, был на той территории силовики, вышли сюда, они фактически всего лишились. И об этом тоже нужно говорить. Люди об этом не знают. И я специально хочу показать один день работы начальника милиции. Тут он рассказывает, я на брифинге хожу, одна бабушка кричит, говорит, а самогон тоже вы крышуете? Я говорю, да, лично я самогон крышую. Сигареты, самогон крышую, контрабанду крышую и так далее, и так далее. Кстати, так называемый контрабанд. Торнадо ушла, вот торнадо кричало, там кричало, да. Ну, во-первых, результат тех, кто совершал преступление, сидят в тюрьме, арестованные вместе с командиром. Я написал сразу заявление в прокуратуру. Раз меня обвиняют в чем-то, я написал заявление в прокуратуру, прошу проверить, в течение полтора месяца проверяли. Сегодня есть решение прокуратуры о том, что с руководством УВД и сотрудники УВД ни в каких этих вопросах не замешаны. У меня документы есть на руках, я не показываю, потому что это не столь актуально, я не собираюсь оправдываться. Я знаю, что работает телефон доверия для граждан, по которому они могут позвонить, получить какую-то консультацию. Что еще можно сказать? Знаете, телефон доверия, наверное, не для этих вещей. У нас на территории очень много постов. Более 40 постов. Там, где стоят работники милиции, отряды, приданные силы и так далее, и так далее. Когда находится, допустим, своя милиция, с одной стороны, ты знаешь командира, ты знаешь личный состав, ты знаешь, допустим, людей, ты их инструктируешь постоянно. И они работают в таком стабильном режиме. А когда чужие люди приходят, хотя у нас тут они не меняются, стоят одни и те же почти батальоны, только меняется смена, уходят на ротацию и так далее. Но все равно, они пришли со стороны, не многого не знают, конечно, возникают сложности. И сложности, прежде всего, есть и нарушение закона на постах, и взятки берут. Такие факты есть, мы выявляем. И с людьми по-хамски, к людям по-хамски относятся. Чтобы человек не звонил, допустим, куда-то там, кабинет министров, а потом оттуда присылали мне документ, я разбирался. Этот документ будет каждодневный. Позвонился, что-то срочное, группа выехала, отреагировала. Для того, чтобы людям было немножко облегчить жизнь. Ну, а что сделаешь, война идет. Посты, конечно, были, есть и будут. Вот я сегодня ехал на Сватова, заехал на Краснянку, нормальный пост. Ну, смотрю, грязно, набросано все. Ну, просто же настроение портится. Я старший поста, замначальника милиции, криминой, я его серьезнейшим образом наказал. Говорю, будет еще такой бардак на посту, грязь, хамство, я тебе сниму с работы. Другого варианта быть не может. Пряник пикнут. Так было всегда. Номера телефонов доверия наши зрители сейчас видят на своих экранах. А мы перейдем к следующему вопросу. Анатолий Вячеславович, какого количества боеприпасов с начала августа изъято у жителей Луганщины? Умой, очень много. Очень много. Мы взимали десятки тысяч патронов, мин. Нет, я... Просто очень много. Регулярно идет изъять? Регулярно. Это и оставались от Тайдара, так называемого. Вы знаете, я еще раз говорил, и говорю, правда, Айдар нам, конечно, всем придал проблемы. Часть Тайдара воевала, да? Это и группа итальянцев, и ряд других погибли люди. И часть грабили. Просто грабили мирное население. На сегодняшний день они создали имидж. Все мы выносим на одинаковую форму. У них поизымали, сколько мы их даже изъяли систему локаторного наблюдения, снаряды, мины. Кроме того, изымаем, конечно, много изымаем и схронов диверсантов. На территории, где Поклонный Крест или где Белая гора, там изъято два схрона, большое количество оружия изъято. Огромное количество. Зрывчатки. Каждый день взимаем. Вчера, допустим, изъяли тротил два килограмма, пластит изъяли. Не знаю, если патроны высыпать в эту комнату, то этой комнаты не хватит. Говорить о количестве. У нас есть количество, ну, просто, ну, очень много. Самая главная задача, чтобы оружие не попало за территорию АТО. Не попало в нормальные города, где нормально нет войны. Не попало в столицу, не попало в другие города. Потому что, ну, здесь мы как-то справляемся, есть посты, проверяем. Там постов нету. Просто можно это оружие спокойно передвигать. Расскажите новости с передовой. Ну, на сегодняшний день подразделений, воинских подразделений. Вы знаете, что же у каждого, как говорится, каждый кулик отвечает за свое болото. Я отвечаю за подразделения милиции, военные отвечают за военные. Ну, однозначно я владею информацией, потому что, ну, и общаюсь с командирами, общаюсь с командирами бригад, выезжаю на передовую. Я скажу, ну, на передовой достаточно войск наших. Ну, в последнее время мы получаем информацию о том, что казаки вытянулись на линию размежевания, получили боеприпасы. Я думаю, что готовятся к провокации какой-то на День независимости. Мы к этому готовы, мы к этому готовы. И я прошу граждан на День независимости тоже не сетовать, будут перекрыты посты, будет определено время уезда-выезда, будет перекрыт город. Мы не допустим, чтобы совершили террористические акты. Мы понимаем, что и знаем, есть информация о том, что переодевается в украинскую форму, будут введены специальные пропуска. Да, уже мы этот вопрос обговариваем с военными. Безопасность обеспечим. Людей достаточно для этого. Я вчера даже на Северообласти поехал, давно уже там не был на Северообласти. Северообласти у нас всегда вызывал тревогу. Всегда вызывал тревогу. Потому что если здесь по линии разграничения стояли бригады, то там отдельно стояли военные бригады, отдельные милиции. Вчера я посмотрел, я в Беловодске был. Очень много военных, очень много коммуникаций военных. Побывал у десантников. Я же сам бывшим десантник. Выпили там чаю, поговорили про дожара, 40-градусная так. Тяжело очень. Я думаю, что наступлений каких-то не будет. Будут провокации с той стороны. То, что мы будем наступать. Я замыслов, конечно, знать всех не могу. Но я в это не верю. И уверен на 100%, что Минский протокол украинская сторона не нарушала. И никогда нарушать не будет. И если есть какие-то вот эти телефоны, если есть какие-то подозрения, сумки какие-то будут оставлять. Будут какие-то пакеты, какие-то машины непонятные будут стоять. Ну, нужно сразу звонить. Потому что мы обеспокоены. Обеспокоены праздником. Притом праздник такой... Масштабный. Масштабный, да. Государственный праздник. И вполне у нас здесь информация, что готовятся провокации. Будет задействовано много людей. Будут снайперы на крышах работать. Будут... Ну, я не хочу раскрывать. Все, приходит дополнительное их подразделение, спецназа сюда. Будет усиленная проверка на постах. Ну, потому не обижайтесь. Все. Все будет в рамках закона. Но, может, немножечко это будет увеличить время проверки. Я думаю, не думаю, а уверен, что все будет в порядке. Наше эфирное время закончено. Спасибо зрителям за внимание, а вам за беседу. Напоминаю, что гостем нашей студии был генерал-лейтенант милиции, начальник главного управления Министерства внутренних дел Украины в Луганской области Анатолий Науменко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»